Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня я расскажу вам, как с помощью возможностей решения 1С Зубкорп можно планировать мероприятия, связанные с обучением и развитием персонала. Первым делом мы посмотрим, как подключается функционал по обучению и развитию персонала. Далее создадим учебные мероприятия, оформим внутреннее и внешнее обучение, посмотрим, как оформляется запланированное и внеочередное обучение. Отразим прохождение факта обучения и посмотрим отчеты об обучении и развитии персонала, а также в конце я покажу вам, как оформляются электронные обучения. Слайды. Итак, для начала под пользователем с правами администратора мы заходим в раздел настройка, управление персоналом, находим обучение и развитие, ставим галочку используется программа обучения и развития сотрудников. Если мы планируем использовать ученические договоры, с помощью которых можно закрепить обязательства, что при увольнении в течение определенного периода после обучения сотрудник обязан возместить часть расходов, то ставим соответствующую галочку оформляться ученические договоры. И если мы хотим разрабатывать электронные курсы и тесты для самостоятельного изучения сотрудников и непосредственно в программе 1С зарплаты управления персоналом, то тоже ставим галочку электронное обучение. Далее в разделе настройки расчет зарплаты, по ссылке настройка состава начисления и удержания, на закладке отпуска мы ставим галку предоставляется учебный отпуска, если нам нужна такая необходимость. И на закладке учет-отсутствие должна стоять галочка командировки, если мы планируем отправлять сотрудников командировки, в том числе учебные. Также под правами администратора лучше, ну, либо менеджером по обучению, можно попробовать тоже сделать. Мы формируем справочники. В разделе обучения и развития есть такие справочники, как виды обучения и компетенции. В видах обучения есть предопределенные элементы, это повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка. Это элементы, которые отмечены черточкой и желтым кружочком. Я создала виды обучения, такие как иностранные языки и тренинг. Значит, если мы не хотим использовать те элементы, которые предопределенные, удалить мы их не можем. Если мы попытаемся их удалить, то программа нам скажет, что по меркам удаления предопределенного элемента справочника запрещена. Но мы можем их переименовать, изменить название на любое другое, которое мы планируем использовать в программе. Далее, в разделе обучения и развития есть также справочник компетенции. Здесь у меня созданы такие компетенции, как психологическое тестирование, в которое входит работоспособность, самоконтроль, самостоятельность и стрессоустойчивость. И группа знаний иностранных языков, которые входят в базовые знания английского языка. Здесь у нас занесена характеристика знания английского языка, базовые навыки. И разговорный английский. Здесь тоже характеристика персонала знания английского языка, значение разговорный. Есть также справочники публикации обучения, характеристики персонала, которые мы сейчас видели как раз в компетенциях тоже, Вопросы для анкетирования и анкеты. На этом мы подробно останавливаться не будем. Пойдем дальше. Итак, под профилем менеджера по обучению мы заходим в раздел обучения и развития. По ссылочке мероприятия обучения мы сейчас будем создавать мероприятие. Значит так, здесь у нас уже какой-то создан мероприятие, не будем обращать внимания. Мы создадим для начала внешнее мероприятие. Вот у нас по умолчанию стоит внешнее. По умолчанию стоит галочка «Проводится с отрывом от производства». Мы оставляем как есть. Эта галочка позволяет в дальнейшем оформлять на основании обучения командировку либо ученический отпуск. Вид мероприятия. Выбираем иностранные языки. Называем базовый курс английского языка. Учебное заведение. Смотрим, если у нас справочники отсутствуют, нужное учебное заведение, то мы можем его создать. И соответственно выбираем. В контрагентах тоже смотрим, если нет нужного нам контрагента, создать под правами менеджера по обучению мы не можем. Соответственно мы просим либо администратора, либо кто у нас ответственный за создание контрагентов, чтобы он занес нужного нам контрагента. Ну пока мы не будем, значит, вносить нового. У нас есть какой-то контрагент, мы его выберем. Так, место проведения. Указываем, допустим, можно указать подробный адрес, номер офиса и так далее. На закладке «Основное» мы видим здесь, можно указать стоимость либо за всех участников, либо за одного участника. Ну, укажем за всех участников, допустим, 25 тысяч. Детали мероприятия. Учебных часов. Примерное количество. Указываем количество. Максимальное количество участников, которые могут входить в группу по обучению. Ну, укажем 10. Результаты обучения заполнять не обязательно, но при желании, при необходимости такой можно заполнить. Форма зачета у нас справочник пустой, можно создавать новые элементы в нем и выбирать их. Вид документа об образовании. У нас есть аттестат, диплом, свидетельство и сертификат. Можно также попросить администратора, либо человека с правами администратора, чтобы он создал какой-то новый вид документа. Для начала у нас достаточно сертификат мы выберем. Можно указать квалификацию и можно указать присваиваемую специальность. Здесь как бы можно, ну, под правами менеджера по обучению, на самом деле, мы можем только выбрать специальность. Под правами более расширенными можно создавать либо из справочника АКСО, либо свои специальности. Ну, мы не будем здесь указывать никакую специальность. И записать и закрыть. Это мы создали внешнее обучение. Сейчас мы создадим внутреннее обучение. Выбираем вид мероприятия. Допустим, повышение квалификации. Указываем название мероприятия. Указываем, что это внутреннее мероприятие. Переносим сюда. Можно указать с отрывом от производства, можно без отрыва от производства. Это не имеет значения. Ну, в зависимости от того, хотите ли вы оформлять командировку, либо ученический отпуск по сотруднику. Значит, здесь преподаватель выбирается из справочника сотрудников, открывается справочник сотрудников и выбирается человек. Место проведения. Указывать не обязательно, но если есть у вас такое, то можно указать. Дальше, в принципе, все то же самое, что и во внешнем обучении. По поводу стоимости мы можем рассчитывать таким образом. Как бы проводит обучение внутреннее сотрудник компании. Мы указываем приблизительное количество часов. Допустим, это 8 часов до 1 день рабочий. И, соответственно, рассчитываем, исходя из одного рабочего дня сотрудника, указываем стоимость данного обучения. Ну, к примеру, это 3 тысячи. Да, его 1 рабочий день стоит 3 тысячи. Максимальное количество участников указано, допустим, 5 человек. Также можно указать результаты обучения. Можно не указывать. По желанию и по необходимости. Можем указать развиваемые характеристики с помощью подбора. Либо добавить. Тут у нас только знание английского языка. Попробуем создать характеристику. Давайте сейчас пока создавать не будем, чтобы не тратить на это время. А так, в принципе, можно здесь создавать развиваемые характеристики. Они потом в дальнейшем будут отражаться у сотрудников. Ученический договор. Так как мы там поставили в настройках галочку, что мы используем ученические договора. Мы можем здесь указать, что если сотрудник, допустим, увольняется в течение 6 месяцев после окончания обучения, то у него зарплату учитается, к примеру, тысяча рублей. Если в течение года 12 месяцев, то 2000. А, нет, наоборот, надо меньше. Так, то 500 рублей. В описании мы можем указать программу обучения по дням, по часам, там первой половине дня, второй половине дня. Ну, то есть подробности. По поводу публикации для сотрудников поговорим чуть позже. Так, в базовом курсе английского языка в ученическом договоре мы тоже укажем, что если увольняется человек в течение полугода, то с него вычитается 3000. Если он увольняется в течение года, то полторы. Таким образом. Так, мы создали мероприятие. План обучения в зубкорпс составляется либо на основании заявки на включение в план обучения, либо на основании индивидуального плана развития. Все это, опять же, находится в разделе обучения и развития. Мы можем создать заявку на обучение. Создаем. Указываем подразделение. Указываем мероприятие, допустим, на базовый курс английского языка внешне. Указываем период, в который будет проходить обучение. Сумма расходов у нас автоматически подтянулась из самого мероприятия. Вот мы указали 23 тысячи, она автоматически подтянулась сюда. Далее мы делаем подбор сотрудников. Допустим, это у нас будут сотрудники отдела по работе с персоналом. С помощью контура зажимаем кнопочку, выделяем всех сотрудников, нажимаем выбрать. Они у нас все потягиваются сюда. В расходы, опять же, попала сумма 25 тысяч. А в развиваемые характеристики мы ничего не добавили. Мы сейчас добавим знания английского языка. По компетенции. Ага, вот. Базовый. Выбираем базовый. Базовый. Ну, разговорный тоже оставляем здесь. Потом будем выбирать. Итак, и направить на согласование. И сразу же можем согласовать. Как бы у нас, в данном случае мы под менеджером по обучению находимся. Если заявку создает какой-то другой сотрудник, то он управляет на согласование, а уже менеджер по обучению согласовывает данную заявку. Вот у нас согласованная заявка появилась. На основании этой заявки мы можем создать заявку на включение в план обучения. Либо же сразу создать обучение сотрудников. То есть факт обучения. Ну, давайте вот сделаем заявку на включение в план обучения. Сюда, в принципе, подтягиваются все данные из заявки на согласование, на обучение. Только не подтянулась у нас почему-то сумма. Неважно. Значит, она вот здесь-то есть как бы. Вот так. Не подтянулась. Развиваемые характеристики тоже не подтянулись у нас. И направить на согласование делаем. Так, заявка на обучение. У нас согласовано. В разделе обучения и развития мы видим, что у нас заявка на включение в план обучения рассматривается. Так, тоже у нас... И план обучения у нас есть тоже в доступе. Но согласовывать заявку на обучение... Значит, далее в разделе обучения и развития мы открываем планы обучения. Создаем новый план обучения по организации на определенный период. На один период может быть создан один план обучения. Два-три и тем более. То есть больше одного плана создаваться не может. Мы можем, значит, подобрать по заявкам. Вот мы видим нашу заявку, созданную на базовый курс английского языка. Выбираем ее. Она сюда подтягивается благополучно. Подтягиваются все сотрудники, которых мы хотим обучить английскому языку. И можем сразу же указать, что план обучения согласован и кем конкретно он согласован. Например, генеральным директором. Проводим данный план обучения. Также в разделе обучения и развития есть индивидуальные планы развития. Здесь мы тоже можем создать план на конкретного сотрудника. Например, на Волину Ирину мы создадим, что в период сентября. Теперь, к примеру, укажем подразделение, основание не обязательно, рекомендации не обязательно. И мы можем добавить, например, управление персоналом. Это внутреннее обучение, как вы помните. 8 часов у нас тут подтянулось, на сентябрь месяц. Характеристики, как бы мы тут не указали, поэтому они тут не указаны. Нажимаем записать и закрыть. Вот мы создали индивидуальный план развития. Теперь, допустим, чтобы изменить план обучения, вот он у нас тоже на сентябрь создан, мы можем также сделать подбор по индивидуальному плану развития и добавить сюда нашу сотрудницу. Вот у нас получилось 2 обучения запланировано на сентябрь месяц. Таким образом, значит, что касается внеочередного обучения, то в программе предусмотрена возможность выявления потребностей в обучении не только со стороны компаний, руководства, HR-службы, но и со стороны самих сотрудников. Перейдем в созданное мероприятие «Базовый курс английского языка» и перейдем на закладку «Публикация для сотрудников». И создадим публикацию. Укажем дату окончания публикации, допустим, конец августа. Мы можем ее сделать для всех сотрудников, либо для группы сотрудников. Так как мы запланировали изучение базового курса английского языка для отдела персонала, то мы создадим группу сотрудников, назовем ее отделом персонала и укажем там нужных нам сотрудников. Нажимаем «Выбрать» и у нас подтягиваются все эти сотрудники. Записать и закрыть. И выбираем, что мы делаем эту публикацию для группы сотрудников отдела персонала. Начало мероприятия указываем, допустим, это 1 сентября, 10 часов. Место проведения указываем. И можем указать дополнительную информацию. Взять с собой блокнот и ручку. Все, мы провели публикацию. И что видит сотрудник у себя в своем личном кабинете в программе? Значит, сейчас посмотрим под сотрудницей Волиной, который мы назначили обучение знания, базовое знание английского языка. В разделе самообслуживание, обучение и развитие. Мы видим здесь, что доступные мероприятия, базовый курс английского языка, который будет проводиться 1 сентября в 10 часов и окончание приема заявок в 31 августа. Мое решение – пустое поле. Значит, сотрудница Волина открывает это доступное мероприятие у себя в личном кабинете. Видит, что здесь дополнительная информация, все это видит, где будет проводиться базовый курс. И отвечает – пойду, возможно, пойду, не пойду, не знаю. Вот она указывает – пойду. И менеджер по персоналу, менеджер по обучению, верни, она уже в этом мероприятии, так, сейчас мы не закроем лишнее, мероприятие «Базовый курс английского языка», там, где у нас закладка «Публикации для сотрудников», она видит, что один человек согласился пойти на данное мероприятие. Щелкнув по этой единичке, мы видим, что это Волина Ирина Валерьевна. Вот, и аналогично она видит остальные пять сотрудников, для которых мы сделали данную публикацию, вот они, пять человек, что они ответят – пойдут, либо не пойдут на обучение. Вот, таким образом. Та же Волина может, например, поменять свое решение. Вот она сначала указала – пойду, а потом, к примеру, где она у нас Волина, да, а потом передумала, да, у нее возникли какие-то обстоятельства, и она поменяла свое решение, указала – не пойду. Вот у нее отразилось – не пойду. И у менеджера по обучению, если обновить, перечитать, уже перешла сотрудница в столбик – не пойду. Таким образом. Как же отражается в программе прохождение обучения? В разделе «Обучение и развитие» по ссылочке «Обучение сотрудников» мы можем занести факт прохождения обучения. Указываем здесь нужные мероприятия, указываем период, который проходило обучение. Количество часов мы можем поменять. Там, да, допустим, было спланировано 200, а по факту было потрачено больше, там, количество часов. Сумму расходов мы тоже можем поменять. Допустим, из-за того, что потратилось больше количества часов, у нас… Нет, сумму, кстати, мы не можем менять. Сумму нет возможности поменять. Вот здесь мы можем не поменять. Расход, да? Это у нас запланировано. А, ну и поменялось и здесь. Вот мы вот здесь меняем, значит, на расходы. Так, значит, сотрудники. Сотрудники почему-то у нас тут поменяли. Можно подобрать из плана. Так, сейчас попробуем. Подобрать из плана. Вот как раз у нас вышли, да, сотрудники, по которым было запланировано данное обучение. Можно вот одновременно Ctrl сажать кнопочку и всех выбрать. Вот они у нас все сюда потянулись и можем внести данные о свидетельствах. Вот указать, опять же, сотрудника просит, да, Громова, Громова, Надежда. Указываем серию, номер, дату получения свидетельства. Можем указать галочку даже с отличием и записать и закрыть. И появятся соответствующие данные в колонке свидетельства. Так, по всем сотрудникам. И проводим обучение. Поскольку это обучение, в этом обучении стояла галочка проводится с отрывом от производства, мы можем на основании документа обучения ввести корректировку, ой, командировку, господи. Ну, командировку и отпуск может внести не менеджер по обучению, а может внести кадровик. Сейчас мы посмотрим под кадровиком. Значит, сотрудник отдела кадра либо расчета зарплаты открывает документ обучения сотрудников и создать на основании портляет командировку для всех этих сотрудников. Автоматически указывается цель обучения, автоматически указывается организация, в которой будет обучаться сотрудник в период временахождения в пути, ну, то есть в командировке, да. Можно оформить отсутствие посылочки соответствующей. Вот. И записать и закрыть. Также можно оформить ученический отпуск. Здесь тоже, как бы, будет заполнено какой-то отпуск, дополнительные ученические оплачиваемые количество дней отпуска и так далее. На основании документа обучения можно также создать продолжение обучения. То есть, если сотрудник решил продолжить обучение и, соответственно, создается еще один документ обучения и развития персонала. Теперь, что касается отчетов. В разделе обучения и развития первая вкладочка – это отчеты по обучению и развитию. Здесь есть множество различных отчетов. На самом деле, там одинаковые, как бы, данные, но они немножко по-разному выглядят. Например, исполнение плана обучения – это сравнение результатов фактически проведенных в мероприятии обучения и запланированных. Вот мы сейчас попробуем сформировать за сентябрь месяц. Так, у нас здесь есть такая возможность. Сентябрь, да, указать. И прям сформируем. Посмотрим, что у нас фактически, какое обучение было проведено, а какое было запланировано, но еще не было проведено. Сейчас мы увидим это в отчете. Как раз, да, вот здесь базовый курс английского языка. Значит, было запланировано 5 человек и обучилось 5 человек. И, соответственно, здесь сумма фактическая тоже зафиксирована. Количество часов, план, запланировано, факт, непонятно, почему не указано какое-то непонятное число. Ладно, не будем на этом зацикливаться, да, это ошибка. А вот управление персоналом у нас было запланировано обучение на одного человека, но еще не обучилось ни одного человека. Тут указана тоже сумма, фактическая сумма не указана. Вот этот отчет выглядит таким образом. Значит, отчет обучения по мероприятиям. Здесь как бы идет акцент на самом мероприятии, то есть по какому мероприятию. Можно также указать по сотруднику, да. Тоже можно выбрать сотрудника, по какому сотруднику, в какой период времени, какое обучение проводилось. Обучение по сотрудникам, здесь вот главный герой, сотрудник. Но тоже можно указать о конкретном мероприятии. То есть это, в принципе, один и тот же отчет, да, если мы вот посмотрим. Если выбрать вариант, то здесь у нас получается один отчет, и здесь три варианта. Обучение по мероприятиям, по сотрудникам, по учебному центру. По учебному центру как раз следующий отчет идет. Здесь главный герой учебной цены, учебное заведение. По какому-то учебному заведению какое обучение было проведено. И есть такой отчет обязательства сотрудникам по учебным договорам. Так, мы создавали учебный договор, сейчас посмотрим. Мы не создавали. Давайте создадим учебный договор. Допустим, по организации сотрудники Волиной. Сотрудницы Волиной. Период обучения укажем. 30 сентября. Выбираем мероприятие. И у нас автоматически подтягиваются условия, которые у нас там были. Что если увольняется сотрудник в течение 6 месяцев, то у него вычитается 3000. Если в течение 12, то 1500. И здесь даже указаны даты окончания. Даты как бы исходят из текущей даты. Так как у нас обучение начинается с 1 сентября, а заканчивается 30 сентября, то мы можем, скорее всего, лучше здесь исправить. Потому что вот эти даты, они идут, получается, отчет идет с даты самого договора. Договор, как правило, составляется заранее, раньше начала обучения. Поэтому вот эти даты, по сути, надо поменять. Мы сейчас не будем пока это делать. Мы просто проведем ученический договор и посмотрим, как это отразится в отчете обязательств сотрудников по учебным договорам. Итак, мы даже не будем выбирать сотрудницы, потому что у нас столько по ней. И нажимаем сформировать. Мы видим, что поволены, есть ученический договор. И, соответственно, прокручиваем. Даже не надо прокручивать. Здесь вот дата начала обязательств, дата окончания обязательств и суммы. То есть это отчет, показывающий, какие действующие обязательства сотрудникам существуют по ученическим договорам. И последнее, что я хочу вам показать, это оформление электронного обучения. Значит, это в разделе обучения и развития, опять же, есть электронные курсы. Электронные курсы. Здесь вот группа электронных курсов. Мы можем создать отдельную группу. Например, допустим, иностранные языки. И там внутри этой группы уже создать курс. Переименуем его. Ну, хорошо, ладно. Так, значит, новый слайд. Мы можем создавать слайды в текстовом формате. Это прямо в самом слайде. Мы напишем какую-то информацию. Закончите редактирование. И мы видим, значит, базовое знание английского языка. Вот первый слайдик у нас состоит из такого текста. Мы можем переименовать название слайда. Допустим, это введение. Вот. Дальше. Есть слайды, можно создать в формате Word. В формате тест. Это в конце, да. Мы будем смотреть в формате видео. В формате аудио. Мы можем прикрепить YouTube. Ссылку. Вот здесь у нас сразу идет, как бы, поле для внесения ссылки. Ну, допустим, мы укажем там какой-то ролик из YouTube. И сюда ставим ссылочку от этого ролика. Она у нас загружается. И сотрудник при изучении курса может просмотреть данный ролик. Можем создать, загрузить из файла, например. Вот идет загрузка, видите, загружается. Вот у нас показалось, что загрузка завершена. И загрузились текст, картинки из файла, который мы загрузили. Соответственно, мы можем переименовать. И также можем создать слайд в виде теста. Здесь мы очень интересно. Мы можем создать вопрос, да, какой-нибудь. Написать вопрос там. Не знаю, не буду придумать. В общем, и варианты ответа. Указать верный ответ. Галочку поставить, какой верный. Соответственно, мы можем выбрать один вариант. Верный вариант ответа. Можем выбрать несколько вариантов ответов верных. Можем поупорядочить. То есть, в каком порядке, например. Записать и закрыть. Вот у нас один вопрос. Можем создать второй вопрос. Указать здесь, например, два правильных ответа. Вот мы два указали. У нас сразу здесь перескочило, что варианты ответа. Выбор нескольких вариантов. Третий, например, вопрос тоже написать какой-нибудь. Вариант ответов указать. Справа здесь настройки тестирования. То есть, мы можем при тестировании задать все вопросы. Либо только два случайных, к примеру. Ограничить количество времени прохождения теста. И указать количество попыток тестирования. Нажимаем, значит, закончить редактирование. Вот мы закончили редактирование курса. И с помощью кнопки «Изучить» мы можем посмотреть, как этот курс будет выглядеть у сотрудника. Как сотрудники будут видеть данный курс. Мы можем выгрузить данный курс. Либо загрузить с внешнего источника курс в определенном формате. Можем отсюда же сформировать отчет «Статистика изучения курса» и «Результаты тестирования». Также отчеты по электронным курсам находятся в разделе «Обучение и развитие». Вот отчеты. Вот здесь вот справа мы видим отдельные отчеты. Ответы на вопросы тестов, статистика по электронным курсам и тестирование учащихся. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова